Елизавета Балдова заняла второе место в нашем конкурсе с роликом от ВП. Лиза, расскажи, пожалуйста, как ты решила принять участие в нашем конкурсе и расскажи просто, как ты выбрала именно такую тематику своего ролика. Ну, прежде всего я познакомилась с подругой, которая участвует в фехтовании, которая занимается боями и входит в команду России по фехтованию. Она скинула мне новость про то, что есть такой конкурс. И поскольку мне очень нравится заниматься видео и делать монтаж, я решила, что это будет хорошая возможность поучаствовать и заодно внести что-то хорошее и познакомить своих друзей, в частности, с таким интересным спортом. Ну, а твоя идея этого ПР, этого ролика, с чего ты решила снять именно такое? Мне стало интересно показать другую сторону фехтования и показать ту часть фехтования, о которой я узнала в первую очередь. Потому что я подумала о том, что, в общем-то, достаточно многие профессиональные спортсмены и те, кто снимал ролики вместе со мной, другие участники, они заинтересованы в том, чтобы показать какую-то частную сторону, либо школу, либо соревнования, либо жизнь какого-то отдельного спортсмена. Мне стало интересно посмотреть на более общую часть фехтования. Мне стало интересно посмотреть на то, что это такое в целом. И заглянуть немножко, может быть, за кулисы. Я надеюсь, что у меня это получилось. А как ты выбирала героя для своего ролика? Ну, достаточно просто, поскольку одна из героиней ролика, Алина, это как раз моя подруга, то, посовещавшись с ней, мы решили сделать и выбрать, сделать ролик, сделать интервью с теми людьми, которых она знает лично. И поэтому я ей очень благодарна в этом плане, что она действительно сделала половину, наверное, этого ролика и очень мне помогла как в самой идее, так и в ее воплощении. Без нее, конечно, не получилось бы. А до работы над этим роликом ты о фехтовании что-нибудь знала? Скажем так, до самого ролика я о фехтовании знала, потому что моя подруга мне много о нем рассказывала. Но до знакомства с ней у меня практически не было возможности познакомиться с этим спортом. Поэтому ролик и участие в конкурсе в том числе стал очень хорошей возможностью еще больше узнать о профессиональном фехтовании, о различных видах его. И познакомиться поближе. Ну и сейчас какие у тебя впечатления? Ты вот сейчас присутствуешь на Московской сабле на таком колдезном турнире. Ой, Данил, на самом деле я очень рада, что я познакомилась с этим миром, что я в него хотя бы чуть-чуть вошла так по касательной. Это очень здорово, я очень рада, потому что столько в жизни вещей, о которых ты даже не знаешь иногда и не имеешь представления. И тут, мне кажется, новый опыт, новые ощущения, новые эмоции – это вот то, что нужно. Я тебя поздравляю еще раз, у тебя был отличный ролик, очень душевный, нам всем очень понравился. Твои заслуженные призы ты можешь узнать о фехтовании еще больше. Это энциклопедия и альманах, который выпускает фехтование. Читай, изучай и постигай этот мир все глубже и глубже. Спасибо.